Всем привет! Это канал AxelRage и недавно я наткнулся на канале Gaming за 30 на подборку любимых игр на Dendy от Александра Правдина. Саша, привет! И так вышло, что у нас в чем-то схожие вкусы, но пересекается всего у нас одна любимая игра. Поэтому мне стало интересно показать вам свою подборку моих любимых игр на Dendy. Ссылку на Gaming за 30 и на подборку любимых игр Саши я оставлю в описании канала. А теперь давайте я покажу вам свою подборку. Что ж, поехали! Кот Феликс. Безупречный, на мой взгляд, платформер. Проходил его множество раз. Игрушка тут же приковывает внимание своей графикой и разнообразием. Также стоит отметить музыку, которая врезается в память и остается на долгие годы. От игры очень сложно оторваться. Она постоянно вас удивляет. Вот мы идем с сумкой и бьем врагов боксерской перчаткой. Скажете вы, забавная идея? Подождите, сейчас вам Феликс покажет такие гаджеты, что сам Марио обзавидуется. Например, мы станем фокусником. И как Гарри Поттер будем демонстрировать магию волшебной палочкой, раскидывая врагов. Мало? А как вам идея покататься на мотоцикле и на боевом танке? Полетать на самолете в воздушном шаре? Поплавать на лодке, на батискафе и даже на дельфине и морской черепахе? Что, глаза разбегаются и охота попробовать это все и сразу? Игре отлично удается нас удивлять. И даже после нескольких прохождений хочется возвращаться в игру снова и снова. А это ли не есть показатель успешной игры? Эх, захотелось мне ее пройти в 110 раз. Что, в принципе, пойду я сейчас и сделаю. А вот и моя любимая стрелялка на Денди Супер Контра. Я проходил не по одному разу и самую первую Контру и Контру Форс, но больше всего люблю именно Супер Контра. У меня по ней самые яркие воспоминания. В ней шикарно все. Музыка, графика, безумный драйв. Это вам не Киселья в Контра Форс. Хотя я ее очень сильно люблю, здесь все очень интенсивно и быстро. Особенно хочется отметить дизайн боссов, которых, увидев раз, не забудешь уже больше никогда. Гигантские ужасные твари, сошедшие прямиком с обложек фэнтези книг 90-х годов. Рискну предположить, что боссы одни из самых запоминающихся не только в серии Контра, а и вообще среди всех игр на Денди. Конечно, как и у любой игры, в Контре есть минусы. А именно, короткая продолжительность и невысокая сложность. Но лично для меня это все маленькие придирки, так как я получил от игры море эмоций. Тейлспин. Тейлспин. Игрушка, выпущенная студией Capcom по мультсериалу Чудеса на виражах, который мы так любили смотреть с сестрой в 90-х. Интересный момент. С игрой я познакомился довольно поздно, в 2001 году, когда у меня уже была Sega Dreamcast. И в Денди я играл по редким праздникам. Можно сказать, вообще не притрагивался к Денди. И вдруг мой сосед с пятого этажа, с которым мы часто играли в Dreamcast, сказал, что-то надоело играть в Сешку. Давай в Дендюк поиграем. И принес картридж многоигровку, на которой и была Чудеса на виражах. Поиграв буквально полчаса в игру, я понял, насколько же она крута. Геймплей буквально тащил. И даже в 2001 году казался мне, не побоюсь этого слова, прорывным. Мы могли лететь не только вперед, но и назад, перевернув самолет вверх ногами. Также привлекла довольно высокая сложность, клевые боссы и система прокачки. Подбирая очки умений, в конце уровня мы могли прокачаться у Баланута, что придает игре еще больше разнообразности и интереса. Что еще сказать? Замечательная игра, подарившая мне много приятных воспоминаний. MIGTI Final Fight. Отличный битэмап, проходил игру не один десяток раз. В первую очередь хочется отметить прекрасную реиграбельность. В игре три персонажа с разными умениями и приемами. Игра подталкивает пройти себя как минимум три раза. Также хочется отметить ломовейший саундтрек. Все песни как на подбор. Слушать композиции одно удовольствие. Саундтрек, я бы сказал, половина игры. Задает настроение. Ну и конечно в игре прекрасный геймплей на манер Double Dragon. Только здесь более динамичный. Враги отлично ловят удары. Кривя смешно гримасы. Поистине забавное зрелище. Порадовали также боссы. Они достаточно колоритные и разнообразные. Особенно выделяется на фоне боксер, который ну просто обожает обнимашки. В целом игра достаточно простая. И вряд ли у вас возникнут проблемы в прохождении. Если вы по какой-то причине не играли в этот шедевр, обязательно попробуйте. Черепашки Ninja 3. Моя любимая игрушка про черепах. Впервые я познакомился с этой игрой в гостях у старшего брата. Я влюбился в игру с первого запуска. Поиграв в неполный вечер, родители стали собираться домой. Я выпросил у брата дать мне картридж на неделю, чему был безумно рад. Счастью, не было предела. Игру, кстати, я так за неделю и не прошел. Видать, в силу возраста. Мне тогда было 5 лет. А прошел я ее уже 2-мя годами позже. Игра мега шедевр. В ней отличная сочная графика, классный геймплей, позволяющий использовать спецприем, который тратит ваши жизни. И при ловком использовании можно было одним приемом пройти уровни, не давая нанести ни одного удара. Я именно так и любил проходить. А какая прекрасная музыка в игре. Все песни просто великолепны и запоминаются на всю жизнь. Первую песню на пляже, я уверен, вы все отгадаете, откуда эта музыка, даже если вам завязать глаза. Rocksteady и Bebop, Crank и Shredder, все на своих местах. Черепахи 3 настоящий шедевр на все времена. Что-то я проголодался. Пожалуй, пойду закажу себе пиццу. Митсуме Гатору. Он же трехглазый, он же третий глаз. Игра была выпущена по аниме в 92 году, эксклюзивно на приставку NES, Nintendo Entertainment System. Она же Dendy. Надо отметить, что игра выходила только в Японии, но это не помешало нам в детстве в нее играть. Все благодаря пиратам. Игру часто можно было встретить на многоигровках. Говоря о геймплее, мы играем за трехглазого ребенка Хоске Сяраку, наделенными сверхспособностями. Наша с вами задача разобраться с неприятелями, заполонившими город Токио. В качестве врагов нам будут встречаться злобные ракушки, извергающие огонь в разные стороны, гигантские пауки, вырастающие в размерах от наших выстрелов из глаза, безумные собаки и много других разношерстных врагов. Побеждая противника, из него сыпятся монетки, которые можно набивать и увеличивать в размерах выстрелами. Главное не переусердствовать, а то монетки просто исчезнут. Также в игре есть магазинчик, в котором наша подружка продает нам за монетки различные ништяки. Если вы играете в первый раз в эту игру, не пугайтесь высокой стены в начале первого уровня. Это не баг. Просто нужно зажать клавишу B, и трехглазый кинет магическое копье, по которому вы сможете прыгать. Я в детстве не сразу допер до этого. Ютуба-то не было. По итогу имеем очень отличную игру, с красивой графикой и потрясающей музыкой. Бонгс Адвенчур. Приятный веселый платформер про пещерного пацана с большой головой. И именно голова наше главное оружие. Сражаться в игре предстоит с различными динозаврами, аборигенами, бегавшими за нами с топором. Подбирая шашлык, мы становимся сильнее. Также меняется и цвет нашего героя. В игре очень много юмора. Мы будем бить всех головой, биться башкой об стены и пол, забираться на горы зубами. Вот это я понимаю крепкие зубы. И это в эпоху, когда не было зубной пасты. Хочется также отметить боссов в игре. Они яркие, огромные и запоминающиеся. Да и биться с ними в целом довольно-таки интересно. Яркая игра, в которую интересно играть и проходить не один раз. Battle Tots and Double Dragon. Настоящая легенда. Игра, в которую играл каждый, у кого была Dendy. Но далеко не каждый ее проходил. Пусть игра и намного проще оригинального Battle Tots, я проходил в детстве версию на Dendy, так и на Sega. И как по мне, Dendy версия всем лучше, кроме, пожалуй, графики. В ней лучше музыка, звуки, да сам геймплей, в конце концов, цепляет больше именно на Dendy. Не знаю, быть может это потому, что я в нее поиграл раньше, и она запала мне в сердце. Что тут говорить про Battle Tots and Double Dragon? Один из лучших битэмапов в истории, сочетающий в себе крутой геймплей, высокую сложность и драйвовый музон, который остается спустя почти 30 лет в моем лейре. Я обожаю платформеры и Тинни Тун, одна из любимых игр в этом жанре. Играть предстоит за Бастера Бани, также можно выбрать второго нашего помощника. На выбор представлены Тазман Уточка и Котенок Пушок. Чтобы поиграть за них, нужно подобрать звездочку на уровне. У всех свои способности, например, утка Плаки Дак умеет планировать в воздухе и отлично плавает. Тазман умеет превращаться в Торнадо на 2,5 секунды, делаясь при этом неуязвимым для врагов, кроме боссов. Также возрастает наша мощность. Котенок Пушок умеет лазить по стенкам, а-ля Человек-паук, только на паутине, к сожалению, не умеет летать. Игрушка обладает интуитивным геймплеем, красивой графикой и в целом очень увлекательно. Собирать морковки и прыгать по головам противников, а что еще надо в ярком мультяшном платформере. Игра сделана по мотивам комикса Zen the Intergalactic Ninja. Перед нами платформер, выполненный как с видом сбоку, так и на некоторых уровнях в изометрии. Я считаю эту игрушку одной из самых разнообразных на приставке Dendy. Она реально меня удивила в 90-е, причем очень сильно. Поначалу кажется, что игра настолько сложная, что ее нереально пройти, и что это самая сложная игра в мире. Но немного освоившись и разобравшись, начинаешь проходить все дальше и дальше, наслаждаясь первоклассным и поистине уникальным геймплеем того времени. В игре всего несколько уровней, зато каких. Каждый из них уникальный, со своими фишками. Пройдя игру, было чувство, что такого я раньше точно не видел. Вот такой вышла моя подборка любимых игр на Dendy. Пишите в комментарии ваши любимые подборочки. Не забывайте ставить палец вверх, подписываться на мой канал. А с вами был, как всегда, я, Axel Rage. Увидимся на канале. До новых встреч. Всем пока-пока. До новых встреч.